Ура! 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 Вот сюда давай. Нет! О-о-о! Правильно воспитатели тоже. Вот туда, по ним и вот пальцы. О-о-о! О-о-о! Вот туда, по ним и вот пальцы. Еще обедать тихонько. Вот так. И тебе, и ты мне, и последний кто. Девушки отдыхают. Подняли. Августеем. Детишки повёрнулись. Поздоровались. С кем? С гостями. С гостями. Один гость у вас. Я. Но ничего вы просто это не знаете. Давайте, деда. И вот здесь я присяду, они пускай рядом подойдут. Сюда, пусть подойдут. Аккуратненько. Сколько лет вам? Молодец. Если вы знаете, сколько лет, то показывать не обязательно. На пальцах показывают те, кто не знает, не могут сказать. Уже хорошо знаете. Шесть лет восстанавливают. Кому-то скоро семь. А мне пять. Пять тебе. Не играй в роли. А мне пять слов. А мне пять слов. А мне пять слов. Я к вам пришел. Кто я? Вы меня знаете? Нет. Поэтому я к вам пришел, потому что мы скоро будем выбирать начальника. Вот у вас есть директор детского сада? Знаете, что есть? Да. В городе есть. Начальник города. Это Путин. Кто? Это Путин. Вот видишь? Заморочили как голову. Путин в масштабах всей страны. Как его здорово звучит? Называется. Кто он по работе с ним? Начальник. Начальник России. Взяли нерусское слово президент. Вам же более понятно начальник, да? А президент вообще, оно, это слово и не нужно. Поэтому, сейчас вот за окном, что у нас? Зима. Зима. Какая зима? Самое хорошее. Сто лет не было такого снега. Все с ним. Я же к вам пешком шел. Там не успевают очищать. И я шел к вам пешком. Теперь, что мы должны с вами обсудить? Если у вас физкультура, вот он. Вы без длинных чулочков, да? А другие длинные. Мне кажется, без чулочков лучше. Носочки. А то жарко будет. Вот так мы вот. Как ты с самого начала бы все это организовал. А то что со спины? Дети из спины должны быть? Вот так. Далеко не надо. Они не услышат меня. То есть, сегодня у вас с чего начался день ваш? Что вы делали утром? Вас возбудили, родители? Да. Пора идти в детский сад, да? Позавтракали? Да. Что кушали? Я хлопья. Хлопья. В молоке? Да. Или в соке? Нет, в соке не бывает. Как не бывает? Все бывает. Это кто тебе сказал, что не бывает? Хлопья могут быть любой жидкостью. Хоть в воде. Хоть чак. Ты что ел? Я мороженое. Мороженое с утра, да? Хорошо. Еще кто? Питание очень важно. Вот я вижу, вы нормальные какие. Не толстые. Не одного. Мне арбуз. Арбуз такой? Свежий арбуз. Откуда тебе привезли его? С Средней Азии? С Узбекистана? Откуда? Под Москвой-то их нет сейчас? Ну, не важно. Он может не знать. Это хорошо. Вы можете кушать то, что вам дали ваши родители. Но я рад, что ни одного нет толстого ребенка. Или специально подобрали? Нет. Нет. Молодцы. Ни одного нет, чтобы чрезмерно упитывать. Дома есть конфеты? Да. А чего так радостно отвечаешь? Меня закончили. Вот молодец. Не надо, чтобы дома были конфеты. Зачем вам конфеты? Вот молодец. Чтобы есть конфеты. Зачем? Сладкое кушать нельзя. Это вредно. И соленое вредно. Можно чуть-чуть сладкое. Не надо чуть-чуть. Ты приучишь себя. И потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вы с детства должны забыть слово сладкое и соленое. Жареное можно кушать? Да? Нет. Копченое. Маринованное. Только свежее. Фрукты, овощи. Это очень важно. Почему? Потом будете болеть. И вашей зарплаты не хватит на врачей. Все поликлиники переполнены. Больницы переполнены. Все жалуются. Вот там не так лечат. Не такой диагноз. Живете только с папой, с мамой или еще бабушка, дедушка есть? Ну, с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой и с Сашей. Вот ты живешь. А Саша брат. А сколько комнат? На пятерых у вас? На... На... Сула комната. Одна комната, вторая, третья. Ты же можешь посчитать? Две, три комнаты. Четыре. Четыре. Ну, хорошо. У вас пятеро. Или шестеро у вас? Папа, мама, бабушка, дедушка, да? И Саша. Шесть человек. Четыре комнаты. Это хорошо. Это хорошо. Вот. Какие сказки вы знаете? Говори. Я знаю сказку «Колобок». «Колобок». «Серую шейку». Что еще? «Серая шейка». А «Красная шапочка»? Знаешь ее? Не знаю. Знаю. Не знаешь? Не знаю. «Красную шапочку» знаете? Про «Красную шапочку». Я знаю. Я знаю. Ну, и говорите. Будьте смелее. Школу куда пойдет? Когда будет семь. А давайте восемь лет. Ну, да. Что лучше? Давайте восемь лет. В детском садуном хорошо? Да. А в школе уже нужно отвечать на каждом уроке. А сынки будут ставить вам. И пятерки. Пятерки? Спасибо. Что это будет? И пятерки ставить. Пятерки, да. Кому-то двойки будут ставить. Или единицы. Единицы, видишь? Вот он знает. Или четверки. Четверки. Молодец. Все. Или тройки. Вот вы здесь в детском саду утром приходите, а вечером уходите? Да. А зачем? Вы давайте оставаться будете здесь на всю неделю? Нет. Вот сегодня утром. Сегодня понедельник. Утром пришли. Мы здесь спать будем? Спать будете. Нет. Вечером у вас спальни будут. Спальни у вас будут. Все будет у вас. Пацаны, кискультура у вас здесь будет. Дома-то нет спортивного зала. Какой хороший спортзал. Бассейн. На кухне специальные повара. А дома придете в субботу утром придете. И в понедельник утром сюда обратно. Вот такой порядок вам сделают. Согласны? Нет. Как нет? Нет. Что, протест удивляет? Что, на улицу пойдете? Да. Что, да? То есть, вы... Да, мы пойдем. Ну, вы поймете, здесь же очень. Мы на улице пойдем домой. Здесь вы вместе. Вы ровесники. А дома вы один. Саша, наверное, старший брат? Где ты, Саша? Младше тебе или старше? Старше. Ну, у тебя обижают, нет? Ну, а как, как, как? Ты муж, да, будешь? А? И Макс у меня тоже. Что у тебя? Максим. Максим? Это что такое Максим? Тоже брат? Да. Трое вас получается? Да, и Тима. И Тима еще? Тима, а не Дима. Тимофей. Тимофей? Да. Хорошие имена. Молодец. Тимофей. Владимир Борщин, поиграем мячик с детьми. Я хочу, чтобы у них мозги работали. Мячик, они все играют. Сейчас мячик и побежали все. И побежали все. Вот. Дома о чем родители говорят? Какие вы слышите имена? Какой ему дядя там где-то управляет страной? Вот он мне мальчик сказал. Имя произнес. Да? Ты мне сказал? Бошин. А что они говорят про Путина? Путин. Кто он такой? Что еще и дядя. А? Президент. А еще о ком говорят? Что-нибудь слышали вы? Кто-то еще? Какой-нибудь дядя. Вспоминай. А? Вспоминай. Ты сам слышал про Путина? Или они, вижу, с собой говорят? Не стесняйся, говори. Что ты застеснялся? Ты говори. Ты смелый. Ты говори, девочка. Дома родители о чем говорят ваши? Вы же слушать должны. О чем они говорят? Хвалят вас. Детский сад хвалят. Или кого-то ругают. Или вы дома ничего не слышите? Телевизор смотрите? Нет. Нет? Иногда занимаюсь. Чем? Уроками. Уроками. Это хорошо. Это... Да, говори. Или мы бываем. Или что? Или мы бываем. Во что играете вы дома? В игрушки. В игрушки. Значит, знаете только про колобка, да, сказку? И красную шапочку. Красная шапочка? А зачем красная шапочка? Папа зол. Отвечай мне. Красная шапочка куда пошла? За бабушкой. А где бабушка живет? В доме. А домик где стоит? В лесу. А почему бабушка в лесу живет? Мам. Потому что она... Что? Говори, говори. Говори, пожалуйста. Ну, в городе живут папа, мама и девочка. Красная шапочка. Напекли пирожков и красная шапочка пошла в лес. Зачем она красную шапочку одела? А? В лесу ведь темно. В лесу звери бродят. И чужие люди. Поэтому шапочку не надо красную одевать. Могут платочек съедать, чтобы никто особо не увидел. Но сам смысл. Девочка идет к бабушке, а бабушка живет в глухом лесу. Могут бабушку забрать в город и пусть живет вместе с строителями девочки. А как дом донесешь? Что дом донесешь? Бабушке. Зачем бабушку в лес спрятали? Ну, думай. Это не у нас спрятали. А кто спрятал? Ваши родители. Верно. А? Верно. Бабушка-то родная, наверное? И чужие бабушек по эти пирожками снабжают? Вы должны думать всю лезть. Над каждой сказкой должны думать. Зачем красная шапочка? Зачем в лес пошла? Зачем колобок куда-то катится? То есть вы должны думать головой. Чтобы вы развивались. Мячик хорошо играет. То есть будете в детском саду до 8 лет. Только в 8 лет пойдете в школу. Согласны? Да. И учиться будете не 10 лет, не 11, а 13 лет. 13, да. Чтобы долго учились. 14 много пока. Вы так хитрые, будете вообще до 30 лет учиться. Работать куда пойдете? Решили уже? В школу. В школу? В школу. В кем будешь? Какая профессия нравится? Говори. Ну, говори. Настя, Настя. Я хочу, когда вырасту, стать куда-то. Говори. Продавательщицей. Продавщицей? А я хочу балериной. Балериной? Да. А ты? А я хочу стать пилотом. Пилотом, молодец. А я хочу стать полицииском. Молодцы. И ты? Говори, говори. Я хочу стать строителем. Молодцы. А ты? Пилотом. Пилотом опять. И ты? Мат, я космонавт. Космонавт. И ты, девочка? А я буду стать... я буду поднимать на машине будет убирать город все супа и деревья снегопад мира и ты будешь на тракторе поднимать и последний врачом молодцы то есть профессии разные что там такое лишь я любит музыку даже на работе он слушает и телефон такой у него зазвонил телефон вы любите по телефону разговаривать не надо не надо вредно действует на головку и когда мама с папой говорят лучше не на вашей обычный телефон такой большой аппарат и робот идет по стене тот лучше а мобильник не трогайте что будет здоровье хуже так на обед что будете кушать суп на второе что кашу запомнишь что я сказал конфеты забыть да конфеты вафли пирожные все сладкое забыть селедку вымачивать селедка но вымочить в воде чтобы она была не соленая и консервы чтобы при вас не открывали никаких консервов рыбку нужно поймать из речки и на сковородку или в костюм с водой муха чтобы была свежая пища должна и шутить с питанием не надо папа с мамой часто болеют вообще не болеют ну лишь молодые сколько лет 30 35 откуда вы знаете что не болит может они уходят утром пошли по врачам как вы определяете что они не болеют трудно понять да лежит в кровати да болеет а в больницу пошел или там поликлинику вот он болеет папа с мамой ругаются между собой говори честно что как не шумят что недовольный вот видишь молодец чем они довольны кто сильно шумит мама или папа молодец папа наводит порядок в доме тоже он учит всех он учит вас да мама учит бабушку тёщу чтобы тёща свепой знаете а молодцы еще ничего не знаете чистить такие головки весь день мячик гоняете да и вас учат бассейн часто курики раз в неделю два два раза неделю но это болеете часто простываете поэтому вас и не ведут туда говори понедельник среда бассейн а здесь каждый день правильно ну вы поняли что зима пришла самое настоящее самое хорошее такой красивый город почему у вас все шторми закрыты почему не раздвинуться эти сижались и вы увидели весь вся москва в снегу такого не было сто лет вы должны запомнить это ваши родители этого не видели это вот вы видите сегодня всего два-три дня самая красивая земля зима все в снегу так но вы знаете что у нас будет марки большое событие какое событие ну какое как называется слово выборы слышали выборы выбирать можно выбирать какого-то человека вот сильно понравился вот молодец все такое же говорит что он сейчас сказал что в марте мы будем выбирать какого-то человека который сильно понравится большому количеству людей жителей начальника будешь выбирать начальник всей нашей страны а где наша страна от каких города знаешь сейчас потом городе живется москва еще в городе а париж не надо в нашей стране какие города в россии какие города еще говори санкт-петербург молодец говори так город а музей город мы живем в городе москва и таки у нас еще десятки десятки городов как детский сад по детский сад еще есть много детских садов школа еще много говори не руку тяни сразу отвечать какой еще город красная площадь в москве москве говори очагово очагово часть города москвы его есть далеко очагово ты прав а вот район где мы живем с вами как называется москва город большой а вот здесь как говорили говорим россия страна вся страна а здесь матвейская да да ну вот видите то есть родители должны с вами заниматься дома адрес свой знаете улица номер дома квартира все знаю а кодовый замок войти ты знаешь а другие не знаю я знаю я не говори никому не говорите вы знаете что ты знаешь почти 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 ничего тебя научат искать вы не должны все сразу знать поэтому если не ты знаешь что узнаешь до какой возраст уже десять лет вот сейчас давай посмотрим вот три человека открою где я из этих трех покажи пальцем давай дальше думайте где сбоку ну еще кто подойди покажи ну и еще внимательно посмотреть внимательно посмотри вот это вот поэтому я уже не похож на меня больше всего похож а посмотрите я улыбаюсь почему я улыбаюсь а они не улыбаются потому что потому что я добрый человек я еще мало знал что в жизни в это происходит я уже с улыбкой смотрел и рейки на вас должны с улыбкой смотреть и здесь детском саду ну он улыбается еле у меня цирка широкая улыбка я вас вдохновляю и вот видите как я бедно одет видите мы все бедно одет какие штанишки у нас из сатина и рубашки бедного же война была после войны вот так вот мы все жили я тоже ходил детский сад туда вот сюда хорошие дети все это у них одежда все встали нет ручки освободите и мне будете кидать мячик лови лови вот ты мне кидать молодец теперь я тебе лови молодец мне кидай и ей давай всем лови дяди кидай давай тебе вот молодец и тебе никого не как они возьми это я тебе не очень хорошо кидал давай ты должен молодец молодец сильно кидал я и пропустил давай помягче вот так давай лови и мне давай 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 еще раз не торопись все правильно мячик мячик может выпасть от ничего топлива давай 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 вот и тебе и и ты мне и последний кто лови и последний значит сейчас что делаем все мячик это ерунда сейчас мы с вами начнем стенка на стенку вот видите стоян пойдем против них мы нападаем мы войска чингисхана вот у нас чингисхан поворачивайся туда все вместе вот так вот и начинаем издавать звук и устрашаешь и 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 ну чтобы тут были игровые моменты футбол да вот так кидать можно но лучше играть футбол лучше всего свежий воздух мы с ними идем и другая сейчас прощаюсь играйте сколько хотите если пора на обед идти можно не идти нет желания пропустите обед с собой возьмете все для вас останется здесь играть каждый день сколько времени 2 часа здесь и в бассейне 2 часа и спать дома сколько хочешь и здесь вы 5 дней все ходить нельзя это проголосовать вечером родителям объявите новый распорядок они спросят кто это вам сказал такое приходил дядя владимир вольфович жириновский запомнили повторять говори как кто был у вас сегодня владимир говорит ну джириновский вот кто он джириновский начальник россии скажи папе с маме начальник россии все молодцы играйте взевать не надо если дома выспалась ты бы сейчас не взевала завтра встанешь в 12 часов а сегодня пристало 8 утра правильно виноваты кто родители с прогулки придете и будет будет ответ а может почитать да и не обедать сел в уголочек почитала все так где наша площадка вот так вот так вот так еще вот так закидали я могу оставляю я на себе больше снега унесу дети хорошие детский сад хороший пусть они всегда улыбаются смеются чтобы радостный детский смех и на взрослых вдохновлял что у наших детей счастливое детство не такое как у чернышова пахомова андерса а наши дети очень хорошие вам спасибо да 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 это новый вариант как создать хорошие листы оставайся деньги все пора рвать кокс до свидания до свидания спасибо спасибо